добрый день собираемся включилась чуть-чуть пораньше чтобы несколько унять свое появившееся волнение добрый день добрый день я пока не буду отключать комментарии потому что у меня есть один момент где мне потребуются ваши ответы попозже после этого же тогда отключу комментарии если они будут мешаться добрый добрый день здравствуйте сейчас буквально вот прозвонит полдень в калининграде мы с вами начнем нашу прогулку нашу экскурсию национальный парк курская коса ой здравствуйте оля очень приятно эксперты видите здравствуйте всем здравствуйте добрый день Жужуна тоже очень приятно видеть буквально еще несколько минут две минутки и мы с вами отправимся в путешествие так ну что как настроение друзья поучаствовали как-то в фестивале фиште фестивале заказывали какие-то блюда может быть кто-то заказывал может похвастаться что вкусненького пробовали просто присоединяется сейчас буквально минутка и да привет привет катюша очень приятно видеть ну что последняя минута пошла мы с вами сейчас уже отправимся в мир дюн и птичьих голосов самый-самый птичий мир у нас в калининградской области так потихонечку ну что господа в калининграде полдень и сегодня народный экскурсовод в моем лице проводит последнюю экскурсию в цикле в рамках фиште фестивале калининград стритфуд и сегодня мы с вами отправляемся национальный парк курская коса я не брала себе в задачи рассказывать полностью экскурсию как я ее веду очень сильно углубляться в историю образования этой косы мы с вами сосредоточимся на живой природе этого замечательного ландшафта который был заповедан в очень-очень давние времена вернее сначала частично и уже наше уже в советское время он был заповедан полностью ну давайте посмотрим куда же мы с вами отправимся сейчас я попробую открыть то что мне нужно с чего мы начнем начнем мы с того что посмотрим как наша коса выглядит со спутника так это образование полностью иолова происхождения то есть сложена на в большей своей части в подавляющей своей части песками которые образовались в результате разрушения самбийского полуострова то есть вот такая вот коса а правильнее называть песчаная пересыпь это самая крупная пересыпь на балтийском море продолжительностью аж в 98 километров из которых 48 километров принадлежат нам россии калининградской области этим мы можем гордиться вторая половина 50 километров принадлежит нашим соседям литовской республики ну и собственно говоря наверное я постепенно буду рассказывать какие-то интересные факты а мы с вами отправляемся позади у нас остался зеленоградск по которым вы гуляли замечательными экскурсоводами наташей котовой и катюши барсуковой и мы с вами отправляемся и что же мы по пути сразу же интересного можем увидеть я вот сейчас отлистаю такую картиночку поздно вспомнила мы конечно с вами можем увидеть сейчас невероятные сиреневые облака одного из чудесных растений лунник оживающие или ленария редивива и латинские названия тоже совершенно потрясающие это реликт третичного периода и сразу такой вот мы всегда говорим реликт третичного периода кто не знает что такое реликт реликт это те растения или животные которые жили очень давно и вот в силу каких-то чудесных причин остались с нами в современности их эпохи существования процветания где-то уже далеко позади они с нами живут третичный период это тот период который захватывает время между вымиранием динозавров и и наступлением а последнего ледникового периода то есть вот тут каким-то образом чудом это растение нам сохранилась она великолепно пахнет и у него замечательные плоды благодаря которому он собственно говоря получил свое название плоды это стручок да они выглядят как такие небольшие серебряные монетки чудесное растение вот одно из места обитания этого растения это как раз вот основание курской косы и мы можем наблюдаться и приезжая до пропускного пункта мы едем любуемся дальше у нас следующая остановка будет сейчас я вот переключу на начало и мы с вами продолжим уже прогулку без каких-либо перелистывания и мы с вами останавливаемся конечно же на пропускном пункте и пока мы идем покупать билеты потому что национальный парк у нас режимный такой объект если позволите сказать нужно приобретать билеты которые деньги за которые потом идут на благоустройство косы на на оснащение экологических троп различными информационными счетами экологического экологического просвещения и так далее ну и пока мы стоим в прошлом году были большие очереди можно было долго стоять но насколько я знаю сейчас эта проблема решается я надеюсь скоро скоро курская коса будет открытая мы с вами все с удовольствием будем отправляться гулять и любоваться этим этой невероятной природой которая представлена на этой полоске суши и здесь мы можем видеть карту схему здесь можно ознакомиться с зонированием потому что на курской косе в национальном парке курская коса можно гулять только по специально оборудованным экологическим маршрутам их несколько и мы вот чуточку их все-таки сегодня тоже захватим есть конечно же вообще в национальные парки у нас в россии имеют по закону специальное зонирование есть зоны которые предназначены для строгой охраны туда ходить нельзя это вот как раз вот белые дюнные комплексы они у нас под особой охраной нельзя по ним гулять есть зоны где можно пройтись прогуляции это специально оборудованные экологические тропы и вот так далее так далее вот ну давайте дальше отправляться билетики мы купили и первый маршрут у нас по пути это конечно же королевский бор королевский бор это наверно самая такая дикая самая такая природная экологическая тропа где можно насладиться полностью и объединиться с природой надо сказать сразу же и вот выразить благодарности сотрудникам национального парка и руководителю проекта я сейчас к сожалению волнусь немножко имя не вспомню но человека который в осуществил проект и тропа королевский бор сейчас доступна для всех категорий людей в том числе с ограниченными возможностями мы с вами сейчас прогуляемся чуть-чуть вот по этим удивительным очень живописный лес кругом конечно пить птицы распились великолепная конечно прогул очень живописная практически экологическая тропа оборудована таким прекрасными дорожками по которым можно гулять и наслаждаться пением птиц и мы можем дойти еще до одного знаменитого места в королевском бору это пито подпологовый питомник туи гигантской он конечно очень и очень впечатляет вообще такие вот питомники появились на курской косе когда нужно было ее срочно спасать от того что натворили в прежние времена песчаная катастрофа они уже много много кто говорил да да спасибо большое да светлана нигматулина конечно была руководителем проекта инициатором проекта оборудования экологической тропы королевский бор для возможности посещения ее людьми с ограниченными возможностями очень очень признательно действительно очень здорово получилось и красиво спасибо большое катюша что подсказал чуть-чуть заволновалась и гуляя по королевскому бору мы конечно можем с вами любоваться самыми разными птицами кого мы только не можем встретить это конечно же замечательный поползень птица которая может ползать по стволу дерева и вниз головой вверх головой никто кроме нее так больше не умеет птицы которые давние времена называли емщиком потому что не довольно характерные посвисты есть брачный период и а также ее на немецком языке ее название сейчас по-немецки не вспомню а вот переводится она как гончар потому что занимает эта птица дупла и для того чтобы в эти дупла не лезли непрошенные гости он замазывает дупло и делает его очень-очень узкий узкий вход чтобы проникать туда только ему самому ну и дальше а дупла для поползня делать другая птица сейчас мы все конечно же узнают большого пестрого дятла давайте еще раз послушаем вот так вот заявляет о своих правах на территорию большой пестрый дятел именно он продалбливает дупла гнездится он в них буквально один раз и после этого эти дупла могут заниматься другими видами птиц, в том числе и пополненными синицами и так далее а следующую птицу вот как раз вот я хочу чтобы вы послушали и попробовали определить скажите всем хорошо слышно кто это поет я так понимаю комментарии немножко запаздывают но если кто-то сможет давайте пишите кто это у нас поет вот так бодро, четко, звонко молодец, Татьяна, конечно же, зябрик поет зябрик один из самых, мы сейчас на него посмотрим, мы послушали а теперь давайте на него посмотрим вот этот чудесный птиц только что нам пел птица, наверное, самая многочисленная на Курской косе именно поэтому именем этой птицы была названа орнитологическая станция, на которую мы отправимся буквально через несколько минут но давайте немножко поговорим о самом зябрике почему он самый многочисленный? потому что Курская коса как нельзя лучше ему подходит в плане сабрикотопов на Курской косе учитывали до 70 гнездовых пар на квадратный километр это очень высокая численность, зябрик стал излюбленным объектом для исследования в том числе и миграционного поведения и как это все было очень здорово и интересно ну а само имя зябрик очень часто переводят довольно так вот не часто, а традиционно переводят фрингила целебс по латыни он звучит, то есть замерзающий холостяк фрингила зябнуть, он и зябрик по-русски слышится, и целебс, целебат, то есть целомудрие, безмужней, беззамужней и так далее то есть холостяк, замерзающий холостяк, почему его так назвали, по легенде, когда Карл Линей его описывал он увидел ранней весной прилетевших самцов зябриков, они прилетают первыми вот они такие, где-то среди золмёрзших луж, среди проталин, вот он взял и так и назвал но есть и другая версия названия фрингила, по одной из версий означает зерноядная птица просто всего-то, ну он действительно зерноядный ну почему он, кстати, такой успешный, многочисленный этот, как представитель семейства в Юрковых, один из самых универсальных в плане своих пищевых предпочтений поэтому его много, то есть он может есть не только какое-то специализированное семечко он и там, и там, и там, ну такой вот в какой-то степени зерноядно-всеядный вот, очень успешная птица, ну и приёмов к кормодобыванию также много не очень специализировано в этом плане, это только плюсом идёт для его жизни ну и давайте ещё одна песенка зябрик вообще чудесная птица, он умеет предсказывать погоду давайте послушаем, как это происходит сейчас мы увидим давайте послушаем слышите, вот это делает зябрик и этот звук называется рюмения рюмит зябрик а рюмит он предсказывает плохую погоду куда ждём так что вот такой вот поющий зябрик ну а мы с вами потихонечку под рюмения зябрик отправляемся на ормитологическую станцию которая, как вы все знаете, называется рингила но по пути мы заедем к очень интересным жителям косы за лесным можно увидеть колонию серой цапли ну против солнца не очень хорошо прям в саму колонию мы с вами не пойдём потому что просто всех распугаем птиц я думаю, что не очень хорошо особенно сейчас, когда птицы вовсю готовятся к сезону размножения за лесным вот, но мы всё равно заглянем с вами чуть-чуть в гнездо потому что видео я снимала буквально вот в последний момент перед тем, как закрыли Курскую косу не могла не остановиться а вообще сейчас уже в гнездах, скорее всего, вот такие замечательные птенцы цапли, они глазастые, интересные очень ну и надо сказать, это одна из крупных колоний на Курской косе правда, прям сразу за лесным её можно увидеть пока ещё ольхи, на которых располагается эта колония не покрылись своей зеленью ну и ещё один момент обычно, когда я еду с туристами и говорю, вот смотрите, сейчас будут цапли и все почему-то смотрят на землю почему, непонятно но почему-то в России принято считать, что земли это наземно гнездячиеся виды вот у нас калининградские цапли оказались умнее и гнездятся у нас на деревьях так что вот такие вот интересные гнезда потрясающая колония, очень интересная на этой колонии иногда мы фиксировали уже и гнезда орлана-белохвоста это ещё один краснокнижный вид которого довольно часто можно увидеть на Курской косе и я его встречала и на маршруте Королевский бор и в районе Рыбачево и над дюнами высоты Лиафа ну что мы потихонечку двигаемся в сторону орнитологической станции и что же мы видим по бокам дороги видим что-то странное, пушистое и все, кто меня смотрит кто знает, сразу же узнает скумпию кожевенную или париковое дерево вот в таком виде мы сейчас бы её увидели если бы действительно поехали на Курскую косу самый прекрасный участок это как раз участок между лесным на подъезде к орнитологической станции ну и надо сказать, что скумпия кожевенная является потрясающим украшением нашей косы это один из интродуцентов, которые завезли на Курскую косу и высаживали тоже с той же единственной целью укреплять пески движущиеся пески ну и вот у нас она украшает не только весной в мае, когда она вот распушается превращается в потрясающие действительно парики разбросанные вдоль дороги но и осенью, когда после заморозков она окрашивается в какие-то потрясающие пурпурные, желтые цвета и тогда возле скумпии опять скапливаются кучи машин народ высаживается фотографируется, потому что проехать мимо этой красоты действительно сложно ну что, куда мы а вот еще можно посмотреть чуть-чуть поближе на плоды скумпии вот такая вот она интересная становится после дождя практически вот какие-то такие хрустальные хрустальные люстры, я бы так сказала ну что мы переходим с вами уже подъезжаем к орнитологической станции мы конечно должны замолвить слово чуть-чуть о истории этого места основателям орнитологической станции первой орнитологической станции по массовому кольцеванию птиц стал Иоганнис Тенеман человек, который приехал на Курскую косу с единственной целью как раз узнавать эту орнитологическую станцию я уже говорила, у меня есть отдельные эфиры в орнитологах в Восточной Пруссии я уже говорила, что есть такое ошибочное мнение, что Иоганнис Тенеман приехал работать пастором в рыбачьей, а потом увлекшись птицами внезапно стал орнитологом все это не так, он никогда не был пастором, несмотря на семейную так сказать, традицию а вот его дедушка был тоже знаменитым орнитологом и тем не менее так сказать, окормлял свою поству в Германии и вот 1 января 1901 года открывает свои двери орнитологическая станция в Расситоне и именно птицы, я хочу сказать прославили эту полоску суши в нашей в бывшей Восточной Пруссии у нас теперь уже в Калининградской области потому что Иоганнис Тенеман начал кольцевать птиц, но ему же нужно было получать обратно свои кольца поэтому он писал во все газеты мира с тем, чтобы вот эти вот кольца найдены чтобы люди знали куда, что вообще с этими кольцами делать потому что до сих пор к нам тоже вот мы кольцо нашли, а куда, а что делать у нас сейчас все просто, да на кольце, если она кольцована на станции Френкила написано Москва и вот собственно говоря буквально вот сейчас наши возможности великие, да в интернет залезли, что делать с кольцом? вам сразу напишут куда его послать вот обязательно нужно указать, конечно где вы нашли, когда нашли, при каких обстоятельствах и вот собственно как я говорила и сейчас орнитологическая станция очень популярна и в довоенный период, посмотрите сколько было народу, потому что все, кто приезжал на Курскую косу, а в начале двадцатого века Курская коса уже полноправно становится таким серьезным туристическим объектом, народ едет туда и отдыхать и в том числе никто не может пройти мимо орнитологической станции в Росситане, где идут наблюдения за птицами где изучают миграционное поведение, в частности белых аистов которые там гнездились, которых там собирали для того, чтобы понять как же они летают, как они выбирают свой путь и вообще как они ориентируются на планете Земля вот такая интересная история мы прекрасно знаем, что в сорок четвертом году орнитологическую станцию Фёгельварта перевели в Радольф, цель эвакуировали и десять лет после войны не было орнитологической станции на Курской косе, хотя вот уже в сорок седьмом году приезжал Семенов Тяньшанский один из орнитологов советских но увидев положение приграничное на Курской косе отказался от этой идеи и только в 1956 году на Курскую косу приезжает Лев Осипович Белопольский человек с потрясающими организаторскими способностями который очень здорово организовал всю работу отвоевал у чиновников здание бывшей гостиницы для летчиков Летваффе по другим данным это вроде как был курхаус Рыбачева но это тоже информация такая сомнительная потому что Россия-то никогда не была курортом официально поэтому о каком курхаусе можно было говорить отвоевал организовал сначала орнитологическую станцию чуть позднее когда присоединились ученые по другим направлениям биологическим станция начала называться биологическая станция вот Лев Осипович Белопольский до 1967 года руководил и был директором антиологической станции при его руководстве была простите создана были созданы знаменитые рыбачинские ловушки сейчас я попробую выключить комментарии вот чтобы было хорошо видно то я просто запамятовала их выключить мы с вами видим сейчас как раз знаменитую рыбачинскую ловушку которая как огромный невод но только на суше ловит мелких воробьиных птиц и здесь вот как раз вот птицы получается залетают туда естественным образом и здесь буквально в паре слов почему собственно говоря там птиц так много надо вернуться еще в средневековье еще рыцари Тевтонского ордена когда в 13 веке приехали на эти земли были потрясены количеством птиц и пытались Курскую косу переименовать в Нестланд страна гнезд ну как мы понимаем прусские названия у нас сильны и не все немецкие вновшества нововведения в плане названий не прижились поэтому Курская коса осталась Курской косой но тем не менее она осталась тем самым птичьим раем очень много птиц летело именно благодаря этому здесь обосновался яганис Тенеман и до сих пор птицы летят через Курскую косу потому что здесь у нас Беломора Балтийский миграционный путь один из очень важных и надо сказать что птицы вот не буду вдаваться в такие сильные подробности птицам просто легче лететь над суше поэтому они летят широким фронтом и в районе Мемеля бывшего Мемеля нынешней колопедии собираются в такой довольно плотный поток и летят над Курской косой потому что если любая погода может резко измениться на землю всегда можно приземлиться передохнуть подкормиться и так далее над морем уже в бурю в нехорошую погоду такой возможности нет и очень много птиц может попросту говоря погибнуть вот такие сети и что же в них попадается да вот огромное огромное такое жерло если можно сказать птицы летят назад они вылететь кто не соображает кто-то запутывается в специальных карманах и эти карманы вынуждают их лететь вперед у нас две ловушки одна смотрит на север другая на юг и соответственно ловит в соответствующее время птиц которые мигрируют либо с юга либо с севера и они как ни крутись попадаются в эти сети ну и что можно увидеть в специальных таких вот накопительных камерах да вот здесь у меня одна из фотографий это длиннохвостая синица они уже второй год у нас летят в каком-то невероятно огромном количестве очень красивая птица вот птица котик наверное да длиннохвостая синица которую также называют ополовничком а в россии вообще называют чумичкой вот вопрос сразу же аудитории а почему чумичку то вот это вопрос можно будет я чуть попозже включу комментарии или сейчас включить давайте сейчас вопрос проведем потому что я боюсь просто мы потом просто забудем и так почему длиннохвостая синица в россии называли чумичкой вот вопрос и первый правильно ответивший конечно же будет только два последних комментария я боюсь сейчас я если что-то проведу господа я совсем выйду из прямого эфира поэтому давайте ответим на вопрос почему длиннохвостая синица называется чумичка первый попавший первый правильно ответивший пойдет на экскурсию с народным экскурсоводом можно прийти ко мне на ортологическую что в принципе логично я думаю что в принципе можно будет пойти и с кем-то так нет вам проводить я знаю что вам проводить я сейчас честно не смогу пока я сейчас отключу комментарии чтобы они не мешали сейчас дождемся если кто-то правильно ответит так потому что сильно шустро нет нет неправильно так чумичка длинная ложка поварешка правильно напишите мне пожалуйста напишите ну Таня Таню тоже назвала ну первая Юлия я сейчас неправильно наверное произнесу ваш ник напишите мне пожалуйста после эфира в личку я тогда дам вам специальную фишечку с которой вы придете к нам на экскурсию как только будет возможность мой папа сумочкой полковник называл вот здорово как ну все друзья да 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 я поняла все друзья я отключаю свои комментарии мы с вами двигаемся дальше вот комментарии отключила давайте дальше смотреть ну как я уже не раз повторяла экскурсия по орнитологическому стационару фурингила это невероятное удовольствие как я говорю вишенка на торте нас встречают обычно вот таких вот стендах сейчас мы с вами видим арсения цвея он дирижирует палочкой и пытается рассказать посмотрите как все увлеченные вот он показывает вверх и все люди смотрят вверх показывает и рассказывает как же эти птицы летят по курской косе почему они именно здесь летят и так далее что их вообще заставляет лететь каждый год туда-обратно далее мы переходим уже ближе к воротам ловушки и здесь мы видим совершенно невероятного Леонида Соколова или как он принято называть доктор доктор Соколов человек с невероятной экспрессией вот за которым я сколько раз не наблюдала народ на него смотрит раскрыв рты рассказывает великолепно захватывающе я сейчас порекомендую после эфира найдите в ютубе есть записи его экскурсии просто для того чтобы окунуться вот в этот специфический потрясающий искрометный юмор нитологический вот обязательно посмотрите и как ни странно на каждой экскурсии туристы все проходят сквозь ловушку то есть мы всех ловим давайте дальше посмотрим и после того как мы возьмем какую-нибудь птичку если она там была мы возвращаемся к домику на курьих ножках да есть там такое вот место где собственно гранитологи и кольцуют птиц ну когда птиц не бывает на помощь приходит мягкая игрушка в виде белого аиста и вот на ней орнитологи рассказывают что к чему и как кольцуется какие размеры колец бывают для каких птиц они используются и так далее это потрясающая конечно история ну и мы еще с вами посмотрим вот да вот сейчас вот буквально одна такая небольшая ремарка к следующему кадру наши ловушки реванческие в основном ловят мелких воробьиных птиц да это вот там дрозды синицы корольки пеночки какие-то вьюрковые и так далее крупные птицы туда практически не залетают изредка кукушки может быть какой-то ястреб петидеревятник перепелятник залететь вслед за какой-то своей жертвой пернатой но есть очень потрясающий способ у орнитологов ловить этих птиц вот вы сейчас вот видите нашего чудесного Анатолия Петровича который в одной руке держат научный прибор да тот зайчик а в другой картинку ушастой совы которую и ловят на этот вот самый прибор да зайчик уже там на пенсии совсем потому что с дыркой ну сам процесс каким образом они ловят как рассказывают сами орнитологи на курсской косе они запускают студенток ночью в саму ловушку она там вот работает интенсивно этим прибором да пищит совы они же не очень умные поэтому они думают что там пищат мыши и вот на этот писк они туда залетают а там уже с бубнами с палками с шумами загоняют их подальше берут в руки и кольцуют ну и давайте посмотрим на саму ушастую сову это уже в живой природе это ушастая сова правда не на курсской косе сфотографирована а на территории ботанического сада очень много встречается и надо сказать что это одна из редких сов которая в принципе у нас мигрирует остальные совы у нас большей частью ведут оседлый образ жизни то есть живут круглогодично на своей территории ну и надо сказать что орнитологи кольцуют не только птиц а вот сейчас вы видите в руках у Анатолия Петровича летучую мышь сейчас тоже прошел огромный цикл изучения летучих мышей они тоже получают свое колечко вот как вы видите небольшое светлое пятнышко на сейчас даже не скажу правом и левом крыле ну увидите вот там как раз то же самое легкое алюминовое колечко которое позволяет изучать каким образом ведут себя мыши где они бывают куда они перелетают и так далее тоже очень интересная тема ну и сейчас тоже в условиях пандемии да первым виновником кто у нас стал летучие мыши ну похоже сейчас уже версий много и неизвестно что вообще как бывает ну и еще одна интересная видюшечка вот замечательный птиц это у нас певчий дрозд это мы его поймали вот буквально недавно в сети паутинистые с ним все хорошо мы его отпустили окольцевав певчий дрозд это тот самый дрозд который поет прекрасными отдельными стропами которые можно перевести на русский язык как филипп филипп иди иди чай пить чай пить сахаром сахаром вот послушать песню я сейчас не предложу вам можно в принципе интернете найти пение певчика подрастает попробовать услышать на русский манер этот перевод ну и вот еще одна фотография вот так вот в живой природе она выглядит я в своем аккаунте уже наверное с месяца веду такие вечерние орнитологические тесты вы присоединяйтесь можно будет потихонечку получить птицы по внешнему виду и по пению так что вот в принципе наверное интересно так и дальше у нас с вами погуляв по и послушав замечательных орнитологов на орнитологическом стационаре мы с вами отправляемся дальше и следующее у нас по пути сейчас вы поймете что будет вот это знаменитая Новенбрухта чайчий болот или как его сейчас называют озеро чайка озеро чайка в бытность свое вплоть до 45-го года до мая 45-го года представляло собой такое вот сильно заросшее озеро на котором гнездилась потрясающая колония озерной чайки сейчас оно конечно выглядит не так ну и вот раз уж мы тут такую картинку смотрим надо сказать что чайка стала вторым объектом кольцевания у орнитологов на орнитологической станции в начале 20-го века первым как известно была серая ворона именно серая ворона натолкнула айгани Сатинимана на создание отдельного орнитологического станционара который до войны назывался ульменхорст вот ну давайте посмотрим как сейчас выглядит озеро чайка сейчас чуть-чуть поностальгируем с вами да вот кто не был на курской косе тот наверное удивится что что-то такой крест стоит крест это установлен специально для такого православного праздника крещения вот то его несколько раз устанавливали несколько раз он падал и вот несколько лет назад вот этот крест устоялся и для меня было большим удивлением как-то однажды поздно пришлось возвращаться с курской косы он светится в темноте ну вот тоже такая вот интересная история а тот кто был можно просто вот полюбоваться и чуть-чуть себя представить на курской косе а почему же озеро чайка и почему он назывался мёвенбрух а назывался он так благодаря вот этой вот замечательной птице которая и организовал там свою огромную колонию мы с вами видим не две птицы а одну ну просто в разных нарядах сверху мы видим чайку которая в брачном наряде у него такая вот кофейная голова темная красный клюв красные лапы ну а на нижней фотографии мы видим ту же озерную чайку но только уже в зимнем наряде от кофейной головы ничего не остается кроме вот такого небольшого темного заглазничного пятна чайки почему улетели потому что скорее всего они нашли для себя более благоприятные условия для жизни на восточном побережье курского залива где в результате военных действий были разрушены потрясающие миллиаративные сети взорванные водонасосные станции там много территории было затоплено а для озерной чайки это вот скатерь самобранка потрясающее место для гнездования вот 45-го года озерная чайка на озере чайка не гнездится но мы все прекрасно с вами знаем что главным хозяином на озер чайка является лебедь Гоша да тоже немножко по ностальгирам это с прошлого года фотография товарищи уже совсем очень прикормленные наглые никого не боятся ну как вы видите вот устроили такой пост и никого ни туда ни сюда не пускали никто не мог пройти потому что они реально шипят там хрюкают ну и если говорить о самой птице это лебедь шипун самая тяжелая летающая птица в Европе ее вес может достигать 15 килограмм а у специального польского лебедя целых 25 килограмм но правда про польского лебедя не указано вообще реально он умеет летать или нет ну для того чтобы взлететь лебедю как тяжелая птица нужно разогнаться по воде то есть он долго-долго бежит взмахивает и взлетает практически как самолет почему шипун потому что ничего говорить он больше не умеет только шипеть ну и молодежь может хрюкать очень так смешно и интересно потрясающие конечно птицы и через дорогу и на дорогу они выходят тут практически как лисы которые у нас вот постоянно пытаются попрошайничать ну что озеро чайка так я сейчас гляну что еще можно встретить на озере чайка а можно встретить вот таких необычных уток буквально прошлой осенью посыпались вопросы в личку ой а что же это такая за странная утка ну утки они конечно самые обыкновенные просто необыкновенные окраски это все кряква на нижней фотографии вот такой вот меланист с белой грудкой это самец кряквы ввиду того что кряквы очень давно уже живут рядом с человеком в некоторых населенных пунктах крупных городских ландшафтах они уже организовали так называемые специализированные городские популяции они довольно оседлые видно вот как то вот такие вот мутации проходят закрепляются и вот на озере чайка прошлой осенью я одновременно видела одну такую черную и две таких вот светлые светлые утки это уже так называемый лейкизм считается это тоже определенная такая реакция на неблагополучие окружающей среды ну вот в городе плохо они решили на свежий воздух перебраться ну уже как бы ничего не поменяется ну даст бог будет хорошо жить ну что прогулялись мы по озеру чайка здесь же можно было бы конечно подняться и на высоту мюллера ну время у нас такое ограниченное сама экскурсия по курской косе занимает обычно 4 часа у нас сейчас час поэтому на высоту мюллера уже подниметесь сами тоже потрясающий маршрут находится он в самом широком месте курской косы на нашей половине и если говорить вообще о ширине этой узкой полоски суши то это от трехсот восьмидесяти четырехсот до трех восемьсот четырех километров вот в районе как раз рыбачил где находится рыбачинское плато это вот единственное место где пески подстилают уже такие такой моренные основания и потрясающее место самой смотровой площадке в конце маршрута можно полюбоваться всеми этими красотами и одновременно увидеть и море и залив курске или лагуну как его правильнее называть ну а вообще мы будем двигаться дальше я как всегда говорю вот мы заезжаем на курскую косу едем 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 справа лес слева лес и вообще непонятно где ты находишься вот пока ты не остановишься и не поднимешься куда-то на высоту чтобы действительно увидеть что ты вот на узкой полоске суши на курской косе находишься ну отправляясь далее по маршруту мы с вами можем встретить вот таких вот зверей да я как зоола конечно не приветствую прикармливания лис но тем не менее так уж случилось есть у нас не совсем добросовестные люди которые их специально прикармливают кому-то интересно смешно но вот пользуясь случаем хочу тоже предупредить что не надо прикармливать они должны сами находить свой корм и тем самым как-то регулировать свою численность потому что прикармливая этих животных вы увеличиваете их численность при высокой численности начинаются всякие разные нехорошие заболевания среди лис среди которых очень страшные в том числе и для людей это всякие чесоточные клещи и бешенство и так далее поэтому меньше контактов с дюймкими животными будете значительно здоровее вот поэтому такая вот история ну лисы это конечно смешно прикольно всегда интересно на них посмотреть но видела уже видео выкладывали что вот они прямо подходят чуть ли не хватает людей за руки это совершенно недопустимо вот в этой ситуации ну что мы с вами отправляемся дальше в танцующий лес мы с вами сегодня заходить тоже не будем потому что это довольно наверное скорее легендарная часть Курской косы и танцующие сосны о них очень много сказано и я думаю об этом расскажет любой гид а мы с вами отправимся сразу же на высоту эфа и когда на высоту эфа мы с вами приезжаем я первое что сделаю веду людей на море и по пути к авандюне мы можем встретить вот это вот очень остро такое сладко пахнущее растение которое называется качим метельчатый по простому это гипсофила это растение тоже интродуцент которое было привезено для закрепления песков оно прекрасно у нас прижилось и впоследствии даже было внесено в красную книгу калининградской области обращайте внимание слева и справа по дорожке от остановки да вот как правильно сказать площадке остановочной где автобусы машины стоят стоянка стоянка вот и до моря вот можно встретить замечательное растение и рассказать что оно на самом деле не простое такое а вот краснокнижное самое настоящее ну и дальше я поднимаюсь на площадку кафе Витланд где кстати можно отведать очень классные блюда выпить кофе я всегда там рекомендую совершенно потрясающую растягаю вот всем кому рекомендовала еще никто не жаловался и не плевался мягко говоря а теперь привет от Балтийского моря большой большой привет от Балтийского моря сегодня прекрасный штиль я нахожусь на площадке кафе Витланд которая в свою очередь находится на на Аванзюне это тот самый защитный вал который стоит на пути песка который приносит наше Балтийское море сейчас мы подойдем поближе посмотрим сейчас установили прекрасные скамеечки можно посидеть подышать воздухом если кому-то не очень хочется спускаться вниз на пляж море сегодня ласковое необычное и вообще это всю неделю нас конечно радует потрясающая теплая погода вот этот авандюна или защитный вал идет на всем протяжении кушкой косы от своего начала до самого конца а это целых девяносто восемь километров все и вот с моря в ту сторону если идти то можно выйти на кушский залив вот такое небольшое видео было записано 28 марта этого года как раз вот буквально перед самым закрытием косы но мы с вами не сразу пойдем к кушской лагуне а для начала спустимся на берег моря и вот если очень и очень рано приехать то вот такой сюрприз может вас ожидать на море вы можете увидеть вот такую прекрасную попу пятнистого оленя вышедшего на берег он от нас потом убежал можно встретить тюлени а если вы пройдете совсем просто гулять по берегу моря то в один из прекрасных моментов вы можете как бы вот гуляя вот по таким вот пескам вот я не знаю сейчас вот вы разглядите не разглядите вот да вот куча камушков но на самом деле на берегу нашего моря князицы еще один замечательный вид птиц который тоже занесен в красную книгу калининградской области вот там вот среди камней можно рассмотреть на верхней картинке яйцо а неподалеку по следам можно увидеть такого беспокоящегося куличка который называется галстучник вот эти виды этот вид занесен в красную книгу поэтому когда вы гуляете по берегу моря старайтесь гулять все-таки по прибою воды для того чтобы вот в период гнездования это апрель май вот случайно даже не раздавить вот кладку этой замечательной птицы поэтому вот еще раз верну посмотрите вот как гнездо выглядит вот в самом центре лежит вот то самое яйцо которое вам показываю на следующем слайде то есть практически идеальная маскировка согласитесь вот поэтому будьте внимательны и вот после знакомства с такой замечательной птицей мы с вами пойдем поперек курской косы и гуляя по курской косе вот если поперек да вот я как раз от моря мы идем и пойдем сейчас курскому заливу мы сначала прогуляемся по морскому пляжу поднимемся на ван дюну на который мы буквально уже несколько секунд назад любовались выйдем на равнину которая имеет специальное название пальве и впоследствии будем подниматься уже на дюнную гряду ну и я уже так сказать прокручу тот момент пока мы шли по пальве вы все прекрасно гуляли я знаю это обычно все это покрыто различными типами леса и надо сказать что на курской косе вот гуляя если вдоль до курской косы то можно пройти практически все природные зоны до в основании курской косы есть болото это тундра далее различные типы леса широколиственные хвойные и так далее и вот мы приходим с вами настоящую пустыню добрый день друзья я сейчас нахожусь на курской косе покажу вам какие здесь красоты нахожусь я на высоте эфа это экологическая тропа наверно самая-самая популярная среди всех гостей национального парка курская коса да именно так нужно называть курскую косу именно национальный парк а не заповедник потому что совершенно иная категория охраны природы в нашей стране мы с вами видим вот там вдалеке-вдалеке самая последняя обзорная площадка это относительно новая крытая площадка на ней народ любуется называемым белыми дюнами которые вы видите сейчас это огромные огромные горы песка вообще дюна бывают белые серые и зеленые вот здесь вот частично вы видите серый участок это как раз тот участок который начал зарастать растительностью это мухи и лишайники мелкие цветковые растения и вот такие дюны покрыты вот этим первичным растительным ковром и называются серыми вот когда они засаживаются лесом это уже зеленые дюны вот огромный привет вам с куской косы и была у меня дикая идея провести отсюда прямой эфир но увы связь здесь не берет поэтому привет вам будет видео-сторис ну всем пока вот дюны бывают не только белыми и серыми и зелеными вот сейчас и буквально вот должны они превратиться в сиреневые это происходит тогда когда на дюнах зацветает щебрец да или тимьян это потрясающее зрелище действительно писать вот сиреневая дюна вот так вот красиво это выглядит потрясающе вот я иногда всегда добавляю что дюны бывают самыми разными и мы сейчас с вами даже увидим белые цветущие дюны ну а для того чтобы чуть-чуть пройти вперед там у меня уже видео нет вот посмотрим с вами чуть-чуть с более дальней площадки и увидим тот самый Курский залив или Курскую лагуну как их правильно называть и вот Курская коса как раз и отделяет Балтийское море от более пресноводного Курского залива который очень важен до сих пор для очень многих потрясающих экосистем потому что вот буквально напротив Курской косы располагается еще несколько заказников да то есть вот такая вот небольшая связь между несколькими особо охраняемыми природными территориями между национальным парком и государственным заказником там у нас располагается дюнный и громовские заказники потрясающие тоже места для которых которые заслуживают тоже особого внимания и разработки каких-то экологических маршрутов для знакомства созерцания и любования природой ну а что мы можем с вами увидеть еще на Курской косе на Курской косе можем увидеть очень много вот в частности есть такое на верхней картинке рядом с соснами располагается удивительное сказочное растение да да это растение товарищи и называется но подъельник обыкновенный его вот кстати очень много можно увидеть именно на маршруте танцующий лес именно там его сфотографировала рядышком сосны про сосны тоже можно говорить удивительно много потому что целых восемь видов сосен можно увидеть но такими доминантами является конечно же обыкновенная сосна и сосна горная которая вот стала по сути пионером для закрепления песков еще в середине 19 века когда главный лесник кенигсберга людвиг мюллер привез ее и подсказал как правильно сажать чтобы она максимально быстро и четко конкретно приживалась и тем самым закрепляла движущиеся пески угрожающие поселка на нижней картинке вот удивитесь не удивитесь но вы видите булавоносец седоватый тут такое растение ежиком рядом с ним растение с желтым цветком как ни странно эта фотография была сделана с 7 января зимой и это цветет еще один краснокнижный вид называется он козлобородник разносемянный тоже вот практически самой последней площадке смотровой на высоте эфа я его увидела сфотографировал то есть вот с натуралистами наверное очень интересно гулять потому что если кто-то интересуется природой но и в одной из прогулок это уже конец мая начало наверное даже уже наверное июня то был прямо около дорожки которая ведет на высоте эфу при первым поворотом на первую смотровую площадку один из моих туристов который оказался потрясающе глазастым увидел от этого прекрасного жука это самец июльского хруща это крупный жук который тоже внесен в нашу красную книгу калининградской области так что вот чудеса практически везде и рядом главное знать где кого и как видеть ну ввиду того что ой зайца одного не видно к сожалению но придется намного зайцев сразу смотреть чуть попозже я попробую выложить фотографии чтобы было видно но они в принципе они эти все фотографии у меня есть в аккаунте под тегом природа заповедной косы то есть если интересно можно будет обратиться и посмотреть в мае когда мы с моим научным руководителем проводим мониторинговые работы потому что он входит научно-технический совет нам разрешено иногда заглядывать в самую-самую заповедную часть кушкой косы на сами дюны и вот в один из таких походов мне удалось увидеть зайчью свадьбу как раз на верхней картинке то что картинку я закрываю там один заяц бежит пока по дюнам рядышком это заячья свадьба в тот день я увидела больше десяти зайцев на дюнах вот буквально за три часа учетных работ а далее внизу это косуля и там как раз вот дюна сейчас цветет белыми цветочками название которых я к сожалению не вспомню ну а в прошлом году когда мы приехали рано-рано утром искать загадочную птицу которая называется авдотка авдотку мы не нашли но вот наткнулись на таких прекрасных кабанов тумане они нас не сразу разглядели мне удалось их пофотографировать времени у нас совсем мало остается я сейчас еще раз посмотрим немножечко уже осталось даже может быть время на вопросы останется но и над дюнами как я уже говорил можно встретить увидите и самых разных птиц летающих в основном конечно это чайки сидящие на дюнах вот можно встретить хоть черные тучи черных бакланов которые летят и часто конечно же все узнают они у нас восточной пруссии вымерли восьмидесятых годов очень успешно восстановили свою численность сейчас в калининградской области больше десяти гнездовых больше десяти тысяч гнездовых пар бакланов гнездица в том числе одна из самых крупных колоний на южном побережье курского залива районе полеская живет и существует ну и гуляем по смотровым площадкам мы с вами можем увидеть в дюнах тоже вы что живое вот в первую очередь нарушителей есть такое к сожалению люди не сильно ответственно себя ведут заходят ходят вот ну и на нижней фотографии если присмотритесь рядом с бураном сидит леса и вот получается что люди смотровых площадок смотрят на дюны а с дюн на людей смотрят леса то есть вот тоже так интересно получается да за нами всегда кто-то кто-то где-то наблюдает ну и я буду заканчивать нашу прогулку здесь у нас вот тоже такая вот этот из нарушителей мне это конечно очень понравилось такой привет 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 приятный там написано юля в сердечке ну и сегодня так получилось что спросили меня сегодня про камышовую жабу я ее сфотографировала мне тут картинка под рукой поэтому я вам ее тоже покажу вот ой не совсем она хорошо показывается это камышовая жаба тоже вид который занесенного в красную книгу региона вот ее тоже можно встретить на курской косе правда я там ее ни разу не встречала только в краснодарском районе находила итак друзья наверное я готова по отвечать на ваши вопросы у нас еще чуть-чуть буквально пять минут и есть сейчас включу комментарии вот надеюсь вам понравилась наша прогулка очень мало времени конечно можно было побольше конечно всего показать рассказать но в час практически невозможно это сделать поэтому очень рада что прогулялись со мной приходите на наши прогулки выражая надежду что карантин все-таки рано или поздно закончится им будем с вами встречаться с моими коллегами на маршрутах где можно встретиться коллегам-гидам на курской косе мы всегда встречаемся всегда обнимаемся радуемся друг другу так что большой привет вам с калининградской области наверное самого топового экологического маршрута это с курской косе потому что один из польских режиссеров имя которой я сейчас тоже не вспомню говорил что в курс на курскую косу можно она в ленинградскую область можно приехать ради курской косы кинотеатра заря про который таня рассказывала и ради могилы канта так что вот добро пожаловать в нашу область всегда мы рады ждем приезжайте так ну что вопросы где растение называется как это растение называется булавоносец седоватый очень рада спасибо вам тоже очень рада так ответила так вопрос надеюсь никаких больше не пропустила ну все друзья я буду заканчивать мою прогулку на 4 на 4 10 часа как только да да наташ поедем ладно чтоб все закончилось все друзья я буду завершать потому что боюсь а вдруг а вдруг не попаду вот на если будут вопросы пишите личку если с радостью отвечу все всем пока попробую не забыть сохранить